МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, что там есть даже вот такой зал, на котором можно играть? Да. Почему малый зал? Потому что театр, он должен быть маленьким. Тогда рядом глаза, рядом человек, все живое, близкое, и не надо напрягаться. Большой зал идет напряг. Есть, конечно, вещи, которые надо ставить только на большой сцене, пантомимы крупные, большие, музыкальные. А такой живой театр, театр общения, лучше маленький. Я просто знаю, много лет, когда, получается, прихожу на ваши спектакли, насколько это объединяет людей, это действие. Ведь зрители, которые находятся на ваших спектаклях, они не просто зрители, они еще к тому же участники. Вы как-то их вовлекаете в процесс. Дело в том, что энергия жизни, она увеличивается стократно, когда люди приходят и начинается вот это общение с актерами. Идет перелив через край вот этой энергии, и совершенно другое качество жизни получается. Получаются новые друзья, новые связи, новое общение какое-то, и новое счастье жизни. Потому что это маленький такой глоток коммунизма. Хотя слово такое же из прошлого. Ничего плохого в этом слове по большому счету нет. Потому что люди приходят, неважно, олигарх он, или слесарь завода, или школьник, все объединяются. И только в театре чужие люди сидят рядом и улыбаются, когда что-то происходит друг к другу. Вот видишь, как видишь, классно, как вот идет общение. Плюс к этому здесь еще что? Мы можем вовлекать их, зрителей, мы можем с ними общаться, мы можем дать роль человеку, кассира сыграть, или еще у кого-то там нужно что-то делать. Мы можем со зрителями составлять программу, спектакль. У нас был у Генри спектакль, когда мы и 7 номеров делали, и говорили зрителям, вот у нас есть такие номера, какие хотите? Какой из них первый? Этот, этот, этот. А зрители выставляют программу, и мы начинаем играть этот спектакль. Надо же. Каждый раз разные спектакли получаются. То есть выбирают зрители? Да, зрители выбирают. Ребята очень не любили этот спектакль, потому что нужно быстро-быстро-быстро одеться. А не надо, конечно, перевоплотиться. Но зато такие смыслы возникали. То заканчивается последний лист, то начинается с него, а заканчивается какой-то другой штукой. И возникает вот эта вот вещь, спектакль был, можно было ходить на него бесконечно. Владимир Алексеевич, насколько тяжело вам, как главному режиссеру, работать с актерами, которые, что называется, день основной простоялью у станка? С ними работается прекрасно, если честно. Но есть проблемы, когда люди работают, не могут прийти. Вот эти вот проблемы. А так нет проблем. Мы просто приходим и репетируем. Те, кто пришли сегодня, вот три человека, мы с ними репетируем. Проблемы возникают перед премьерой или там спектаклем, когда уже назначена дата. А ему нужно на смену, да? А там что-то... Замена какая-то на работе. Мы там заранее решаем, что все свободны. Но все равно возникают непредвиденные обстоятельства какие-то. Вот это надо решать. Поэтому у нас несколько составов на все роли. У нас ребята играют, могут играть абсолютно практически все роли. Вот спектакль выходит. И еще у нас никто не чурается играть маленьких ролей. Вот Медведь не видел? Увидел, увидел, Медведев. Вот Димка играет, просто портрет стоит. У него ни одной реплики нет, ни одного слова. Чудесная роль. Все смотрят на него и ждут, когда он там как отреагирует. Что там жена у него вытворяет покойная, вдовает его. А, ну да, да, да. Хотя тут же Дима Евдокименко, кто не знает, он же с момента основания вашего театра. Это 80-й год. Да, ведущий актер. Вот и все. Но он не чурается брать вот такую роль, например, маленькую. И все у нас так играют. И репетируем так же. Нет мальчика, девочка выйдет, реплики подаст для второго там партнера. Как вы выбираете актера в себе? Ведь это же каждый человек может стать. Вот вы говорите, что вы кого-то встретили, пригласили. А может быть он не гораст, что называется? Мы берем всех вначале. Кто приходит? Да, но 2-3 репетиции. И мы видим, что он не наш человек. Он или сам теряется, уходит потихонечку. Он зажимается, ему некомфортно. А те, кто остались, те, кто попал, их тоже видно. И они сразу становятся такими же равноправными. Главное раскрепощение в человеке, что? Доверие. Доверие? Доверие. Если они доверяют мне, как руководителю, что я не буду над ними смеяться, унижать, издеваться, еще что-то, помогу и наоборот прикрою его слабость, если нужно будет где-то что-то это сделать и помогу роль сыграть. Ну, я вот сравниваю, как будто человек вот плывет, чтобы не утонул, я его поддерживаю. Мне не надо за него плыть, не надо ему все вот это выдавать и прочее. Вот есть у тебя сверхзадача, тебе нужно вот сюда выплыть, на этот островок, плыви вот туда. Он плывет. Вот, если он начинает падать, задыхаться, я тых-тых-тых нахожу. Или актеры выходят, помогают во время спектакля, чтобы его выправить, поднять, чтобы он не захлебнулся и поплыл дальше. Вот, и таким образом хороший шекспировский театр получается. Шекспир, он же многие не знают, как они репетировали. Они репетировали очень просто. Они собирались в свою кибитку, ехали в какую-то деревню, останавливались. Ты сегодня Гамлет, ты сегодня это, тот, тот, тот. И все, от кучера, младенцы, прочее, все играли. И у нас так же. Просто важно знать слова. Это, кстати, важно? Учить слова? Нет, не важно. Важно знать действия и партитуру роли. Если ты партитуру роли знаешь, то слова ты можешь даже где-то приблизительные, но они у тебя точные. А если ты выучил слова, как попка, и вдруг кто-то там эти слова другие сказал, он растерялся, и он стоит бедный, глазами хлопает, а что дальше-то? И он теряет все, потому что роли нет, действия нет, все. Это не даром вы сравнили театр с джазовой музыкой? Да, да. Это может быть импровизация? Импровизация обязательно, без импровизации не бывает театр. Вы в этом сезоне, сезон 23-24, премьерный спектакль «Соломенная шляпка». Как не скатились на цитаты известного фильма? Ну, а цитат, во-первых, тошнит меня сразу, если я вижу что-то похожее на то, где, что, когда-то, даже вот фоном. Даже, наверное, даже внешне, если это напоминает что-то. Это штампики. Вот когда ты видишь, что актер подражает, я им всегда говорю, нельзя вам смотреть эти спектакли или кинофильмы, которые мы сейчас ставим. Нельзя. Мне можно, вам нельзя. Как только человек влез втихаря от меня, я тут же вижу, он пришел, начинает репетировать, он садится в определенную позу из того телевизионного варианта. И еще что-то. Я говорю, Антон, ты что, смотрел? Нет, я не видел. Я говорю, что ты где-то как-то что-то увидел. Вот, поэтому они это понимают. Сейчас у нас просто все на доверии, на любви. Любовь главная. Мы все очень любим друг друга. Хотя, любовь бывает жесткая, иногда требовательная. Ну, иногда надо, да? Вы как режиссер, как, что называется, старшой в этом коллективе. Ну, бывает ситуация, когда вынужден как-то, особенно перед премьерой, если будешь размазнен, спектакль не получится. Если не успеваешь сделать, иногда нужно быть последние 3-4 репетиции очень жестким. И тогда все получится. А вы же по профессии, вы занимаетесь своей работой, по своей профессии, вы по профессии режиссер, да? Вы занимаетесь этим. И, тем не менее, всегда перед каждой премьерой у вас вот такая вот тревога. Обязательно. Получится, не получится. Ведь вывезти, может, куда угодно. Обязательно. Потому что у нас был спектакль, а вырубили свет, в химволокне уже мы играли. Вырубили полностью свет. Мы побежали, нам на вахте дали фонарь. Зрители взяли свои фонарики, вот эти телефончики. И мы стали, с этого места, ребята, никто не растерялся, тут же продолжили играть. И получилось так, что некоторые, а мы думали, что это задумано. Потому что как раз он пришел в какой-то темный дом, по подъездам пробирался, что-то там говорил. И вот это создалась новая атмосфера. На этот кусок, пока не было света, мы его отыграли. Мы все используем, что происходит. А другой спектакль у нас был «Двух господ». У нас там Наталья играет такую маму, Антона Артумонова, очень жесткую. Она вынуждена быть вожаком племени. Папа там погиб уже где-то в этих разборках бандитских. И она что-то говорит со своим там, Серегой Савиным, она в конфликт вступает. Что-то ему ругает, ругает его. И вдруг на сцене у нас падает огромный плакат стоял. Он так вот падает туда, на сцену. Она говорит, видишь, даже зрители... Да, в роли, вот видишь, даже вот эти боги возмущаются тобой, как-то что-то такое выдает, какую-то фразу. И зрители говорят, что это точно по роли. И это не было придумано, что это импровизация. И зрители хохочут, смеются и счастливы все. Несколько слов буквально. На чем основывается выбор спектакля ваш? Вот ваш. Это современная драматургия или это классика? Есть у меня ключевые вещи, которые я очень хотел и желал поставить. Например, мне очень нравятся «Покровские ворота» фильм. Гениальный совершенно у Михаила Казакова. Да, фильм гениальный. Гениальный. Я думаю, ну его брать, это мне не переступить. Просто это не перетоптать. Это у него просто лучше. Гораздо не мое. Стал искать другие пьесы. Нашел другую пьесу. Мы ее переделали. Получился прекрасный спектакль. Совершенно другой. Про наше советское время. Про нашу советскую молодость. Про то, как мы жили. Вот эти, называют, совки, совки, дурачки. Вот эти на войне ходили. И какие были вещи. Какие были там писатели, работники. Ну, в общем, мы его еще обязательно покажем. Мы его давно уже сделали. И играли много. А так, в основном, конечно, ребята приносят. О Генри, Вовка, танкист, принес у нас. Бросил книжку. О Генри, давайте. Просто книжка. Мы начали репетировать по ней. Женитьбу Гоголя Наталья Шурцева принесла. Мы ее поставили на лову. Ну, классный спектакль. Любое, что вы называете, это все замечательно. И вот соломиную шляпку тоже принесли. Давайте, давайте. Ну, давайте. Просто когда актеры приносят, это уже 50% работы сделано. Потому что они хотят. Раз они хотят, их не надо убеждать. А когда работу нужно убеждать, что-то делать. Вот мы эту зорнинскую пьесу несколько раз начинали репетировать. Они все бросали, бросали. Она им не нравилась. И люди уходили. И когда мы поставили спектакль, приходили старые актеры. И говорили, как же так? Надо же. Я читал, ничего этого нет там в пьесе. Этого не видно. А у вас получился такой необычный спектакль. Кстати, как вашу работу оценивают, что называется, те актеры, которые, возможно, работают для кого-то профессии? Приходят, видят ваши работы? Ну, друзья приходят. А так я стараюсь не общаться, потому что нет на это ни времени, ни, честно говоря, желания. Потому что ходить на слабый спектакль я не хочу. Потому что нужно потом будет кривить душой, говорить, что все прекрасно. Или и сидеть, работать, там, обсуждать это. У меня большой, так скажем, я много насмотрел спектакль студенчества, когда у меня было, и до 40 лет, когда были живы там Эфрос и прочего. Вот вся эта легендарная плеяда режиссерская, я их насмотрел, мне хватает. Я сейчас очень редко хожу в театр. И в Тюзе мне, например, до сих пор нравится «Забыть Герострата». Прекрасный спектакль совершенно. В драмтеатре мне нравится номер 13, «Сублимация любви». Да, все видят еще номер 13. Бориса Павловича, да. А так в основном я не хожу. Потому что, ну, уже... То есть подпитка вот там, полученная на тех, на великих, на настоящей хорошей работе, ее достаточно. На великих именах и на жизни. Потому что уже жизнь настолько интересная. Ты смотришь жизнь, и все вот это происходит, только перенеси. И у меня сейчас, наоборот, старается такое желание делать как можно скромнее. Чтобы никаких лишних, не надо вот этих наворотов, вот, авангардных еще чего-то. Сделай людей, чтобы вот эта психология пошла. Чтобы как-то вот понять, про что это. Вот это вот важно. А классика, это, конечно, это кладезь. Это да. Вот они характеры. Да, да. Это нутро человека. Это да. Поэтому классика, поэтому можно говорить то, что сейчас уже нельзя кому-то говорить. А в классике это написано. Пожалуйста, играй. И все, там все эти мысли. Поэтому театр жив, и всегда он будет живой. И всегда люди будут... Он никогда не погибнет, несмотря на то, что телевизор будет стоять вокруг тебя. Голограммы всякие и прочее. Ты будешь сам общаться, но такого не будет никогда как общаться. Где можно узнать про ваш театр прочитателей? Кто не попадет на спектакль? Вконтакте. Группа «Ариент-32» театральная. Вот мы там перед спектаклем даем объявление, когда у нас идет очередной спектакль. Играем редко. Когда есть возможность. Зал, когда ребята могут все... Все никто не... Ну, чтобы получилось сложение многих обстоятельств для того, чтобы спектакль состоялся. А так, конечно, мы не можем делать вот этот репертуар на год вперед. И, говорит, мы там будем играть и прочее. У нас нет своего зала практически. Мы просто благодарное химволокно. Это мой любимый дворец культуры. Потому что я там работал и худруком когда-то. И театр у меня там был. Очень хороший период у нас был. И с Буслом, с Александром Васильевичем у меня были очень хорошие отношения. Директор бывший. И с Владимиром Васильевичем Филипповым. До сих пор у нас очень хорошие отношения. Тоже совершенно чудесный человек. Талантливый. И композитор он. Да, замечательно. Нас на почве рок-н-ролла, судя по-своему, с вами. Так что у нас народу Тверского очень много талантливого. Спасибо вам. Спасибо вам. У нас, к сожалению, программа подходит к концу. Я хочу сказать, что вы очень нужное дело сейчас делаете. Когда тяжелые времена страна переживает. Все-таки нужен этот глоток свежего воздуха. А ваши спектакли, это тот самый свежий воздух. И возможность подумать, поразмышлять. Может быть, просто отдохнуть. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Владимир Филимонов. Художественный руководитель и главный режиссер театра студии Твери. Ориен 32А. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.